Ехали дальше. Доп-задание второго DLC. Я не знаю, давайте с самого анопского, как обычно. 185-й, 175-й. Книгу респека дадут. Задание для самых маленьких. Еще опять на меня натравят кого-нибудь. Один из самых маленьких сил. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Тихо! Хм... Хм... Я так понимаю, здесь с него можно его сет выбить просто. Хм... Материалы... Материалы... Материалы, которые уникальны, они не продаются, но они используются только для ковки. Я, например, ни одного оружия не сковал, по сути, за всю игру. Я не знаю, зачем мне эти материалы. А так можно либо продавать, либо разбирать, которые оружие... Которые, которые... Короче, уникальные всякие, там, мотки волос Йокая, я не знаю, там, глаз Уми Бодзу, что-то такое. Вроде когда нельзя продавать, это только для ковки используется. Вот. Сидати? Да я сменил Адати, у меня 99 ловкости. Какая Адати? Адати от силы скеллица, у меня силы 6, по-моему. У меня ловкость 99 и 6 силы. На инстакаст магии, а то больно смотреть, что нет подмены на Эмиго. Так, я как-то... Во-первых, ну, бас инстакаст магии не дает подмену. Это не подмена. Подмена — это ниндзюцу. А там ниндзюцу выбор либо моментальный каст, либо урон кунаев. А так как я собираю себе на урон кунаев и вообще дальнего боя, я лучше буду долго кастить, но больно метать. Здравствуй, Валерий. Когда Арканом, ну, слушай... Ах! Следующая, наверное, неделя всё-таки. А то тут приболел чё-то. Надо будет его найти, опять эту нормальную рабочую версию. Ты заходи периодически на стримы, я тебе скажу, какой сегодня день недели, кстати. Пятница, да? Ну что, пятница, суббота, воскресенье. Ну, я думаю, понедельник, вторник или среда. Скорее даже понедельник и вторник. Понедельник или вторник? Я думаю. В общем, на следующей неделе. Как-то так. Скидер с ловкостью, я её пролюбил. Да, она была, но я её пролюбил. Так, 190 и 185-е. Балдерс нужен. Там игра для топ-донатера прошлого месяца, поэтому... Никакого Балдерса. Будь топ-донатером этого месяца и будет тебе Балдерс. Изи. Ну, меня за технаряя просили. Хорошо, Валерий? Я помню, что я говорил насчёт того, что... Любой будний день после пяти... что вот. Так. Так. Крёбаная лисичка. Так. Ух! 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 Да, я и грусть там закастовала как раз за технаря. Я, кстати, не помню, там... Что там по Кадамам было? Были вообще Кадамы, нет? Тут где-то на локации какая-то должна быть в Локе с Кадамами. Локон знаменитого мага Мёда. Бринка, она хочет такие вещи, как бы хочет свою локацию пощупать. Запись его тоже пересмотрел. Запись может быть сделаем. Так, подожди, подожди, подожди. Мне нужно сменить на поиск Кадам. Я не помню, тут вообще были Кадамы, не были. Локон знаменитого мага Мёда, это плюс 5 очков магии. Это довольно жирно, там можно много... Там есть всякие, короче, полезные пассивные бонусы, которые можно взять. Чистым магом? Да, я думаю, можно. Магия там есть. Будешь делать примерно то же самое, что я сейчас делаю с Кунаями, только всякими гвизерами, молниями, шмолниями и прочей какой. Было бы желание, можно собрать и билдмага. С пушками только проблема будет, потому что... Потому что что? Потому что пушек скиллищихся от магии нет по дефолту. Можно наролить на пушке скилл от магии. Хотя, если ты хочешь прям чистым-чистым магом, то тебе и не нужен скилл. Собственно. Здорово, Сергон. Пиларсов пересматривал. Что-то, кстати, удивительно вообще. Как можно пиларсов пересмотреть? Как только начинаешь смотреть пиларсов, сразу усыпаешь. По крайней мере, мне многие люди говорили о том, что... Они их смотрят, когда им... Нужно срочно уснуть. Ну, Чикаго, может быть, смотрит еще. Ну, я тонфы видел только... И то они зеленые, а уникальные, типа там, подсет. А дуал-катаны не выпадали со скиллом от магии. Ну, блин, опять же, дуал-катаны, скорее всего, уже... 150-й левел плюс. То есть, нихрена не в начале. Всю начальную стадию ты не найдешь пушку. Мне в начале точно не выпадали пушки, которые прям вот... Имеют дефолтный скилл. Ну, там при игре за магов, чисто, желательно бы амулет найти, который будет... То есть, на амулетах можно найти бонус к урону от магии. На перчатках можно найти бонус к урону магии. Там даже не то, что бонус к урону магии, там... Бонус к какому-то навыку определенному. Выстрел огня, выстрел молнии, не знаю, выстрел земли. То есть, в идеале, тебе наролить на перчатках, на амулете какую-нибудь бонус к урону выстрелом с земли, допустим, или огня, или молнии. И вот... Бегать вмазываться. Баф от мышки прям очень долго висит, но это живое оружие. Я там как-то с этим... Когда по бездне бегал, фармил с пауканом, который плюс 100 к удаче дает. У него баф быстро спадает, а у мыши это живое оружие висит прям капец как долго. Так, мне дали там локон бывалого ниндзя, да? Три навыка ниндзи. Но это ладно. Вот, пять к магиям меда. Крутяк. К навыкам самурая. 150 тысяч амриды. Ха. Кульно. Так. Ладно. Go next. Тут не было кодам, да? Не было. Надо сразу смотреть, где они. Верните мне мое... 268-й. Клево-клево. 210-й, 205-й. Танец Йокай. Такие уже синего шмотера подались. Фулл-1. 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 Фулл-4 теперь присмотрел. Да, там с Фулл-1. Фулл-4. Валерий, проблема-то в том... Вообще проблема со всеми Фулл-1. Фулл-1 в том, что во всех Фулл-1 есть музыка. Там радио, которое либо у тебя в пипо играет, либо радио, которое играет в этом самом, скажи... Просто внутриигровое радио. И каждый трек из этого самого радио, он как бы банит тебе ролик. То есть ты стандартно поиграл просто в любой этот самый Фулл-Аут. Третий там, я не знаю, Нью-Вегас или четвертый Фулл-Аут. И просто у тебя потом... Пах! 20 предъяв там за авторские права. А даже если ты радио в игре выключил, но все равно там... Которое радио там, не знаю, на полках, в магазинах, везде стоят. Вот это вот все, там оно играет. Да, попадает в запись эта хрень, и тебе банят просто ролик. Ладно, если просто монетизацию включают, это еще не страшно. Типа, посмотреть его можно. Иногда они просто звук полностью мутят и делают недоступным во всех странах. Все такое. Нет, там авторские права на всю музыку. Все плохо. Может быть здесь тоже что-нибудь. 203. Так-то вроде бы и нет особого смысла бегать и искать все, но... Блин, эти вот локоны самураев, которые... Выпадают. Говорят, исследуй. Исследуй меня полностью. Вот, типа, такими же снарядами. Больше кидаться. Молния там. Слушай, я тоже так думаю, Валерия. Вот они просто... Знали, что кто-то попытается записать их игру. И чтобы этого не случилось, они везде оставили включенное радио. Чтобы никто даже не пытался. А так я там вроде с разрывным пистолетом проходил. Подрывником. Ну вот, я и говорю, если может мод какой-нибудь поискать, который просто все радио по всей пустоши вырубает, нахрен. Либо просто какую-нибудь классическую музыку ставит, которая как бы не подпадает под авторские права на YouTube. Ну, либо заменить всю музыку. Музыка из YouTube, знаете, которая предлагает. Там, типа, вот можете использовать нашу музыку, и в этом вам за это ничего не будет. Может быть, как-нибудь так. Это там, на самом деле, как повезет, Арго. Мне, например, все стримы были забанены. Просто я заканчиваю стрим, мне через, не знаю, пару часов там сообщение на почту, типа, ваше видео забанено во всех странах. Окей. И поиспользованы музыкальные композиции. До свидания. Забава подрывника из Стелсера. Там еще моды такие клевые были. Помнится мне, когда я играл. Блин, а вот есть Кадамы, да? Вот же ж фак. Как я встречал, что? Как я качал, встречал? Или как я что делал с магами? Подзалипаю чуть-чуть. Не увидел сразу, что Кадамы есть. Редко на каком-то обзадании есть Кадамы. А вот тут есть. Спроси еще раз, Хорос. А, нагибают или нет? Охреново знает. Я только планирую, может, скатиться в мага. Там сет есть, вот я уже говорил, под эти, под тонфы. Типа тонфы, которые скелятся от магии. И вот, может быть, я там пару амулетов даже себе скинул, которые магию разгоняют. Может, потом попробую магам поиграть. Ну, думаю, что не сильно хуже вот... ...того, с чем я сейчас играю. По крайней мере, тонфы выглядят, ну, очень клевыми. Даже без прокачанных обилок. А уж с обилками тонфы, мне кажется, вообще разрывают просто пукан. Добрый вечер. Кажется, магии очень... ...легко стакать. Всякие стихийные эффекты. Там, по-моему, с парой попаданий просто не знаю, будет эффект. Какой-нибудь. А как известно, если ты настакал два эффекта, там, молнию, допустим, и... ...магию, еще что-нибудь. Ну, типа, молния настаканная, огонь настаканный. Вроде как, само... ...уничтожаются, уничтожая при этом цель. Как мне, по крайней мере, рассказывали. Типа, если два эффекта на цели висит, то там какой-то... ...какая-то перегрузка случится, и бомбанет так, что... ...вот. Наверное, в этом сила магов. Типа, кинул там пару молний, потом кинул в воду. Все бомбануло. Ну, не уничтожают, но очень много дамага вливают, наверное. Там, Кадама за стенкой. Там, Кадама за стенкой. Типа, скорее. сконечные ничего не могут так как со старта но никак но со старта понятно что никак тебе нужно очень много магия меда чтобы блин как-то со старта джебошить но там вроде черепаха есть которая дает как бы полу бесконечную условно бесконечную магии либо бабаха аж там огонь молния там на цели же эффект появляется типа если я поджог цель то она начинает гореть если молнию настакал то цель будет замедлено и вот типа если на цели висит два эффекта скажем горение и огонь то они вроде как какому-то взрыву приводит что ли и очень много домогает а наносит цели там есть катаны по моему с двойным эффектом типа катана на которых сразу огонь и молния ты ими щекочешь щекочешь врага он просто взрывается в моем случае сложно будет обмазать оружку потому что враги умирают намного раньше чем чем на них настакивается эффект например на как садате которая как правило убивают с трех попаданий ты вроде бы и хочешь эффект настакать но цель просто умирает а может быть меня обманули ну то это и не важно на самом деле тут важно то пожалуй все-таки сам по себе дамаг а не эффект резонанса взялся там 45 спалов на магия во все свои четыре слота там вроде черепашка восстанавливает я не знаю есть там с этой которая также восстанавливать магию как допустим вот этот сет ниндюцу поражал летучую мышку у тебя куна и восстановились наверно есть такой же сет для магии простую белую блин у меня честно говоря лень серьезно а еще не посмотрел кстати нового этого 3 на стакать и не посмотрел лошадь который дали лучше я хотел глянуть то мне дали кобылу и дедушку к было духовно так подожди духовная защита когда быстро перемещающийся противник носит вам удар когда быстро перемещающийся противник носит вам удара урон этого удара на время отменяются что пусто будет резист к ней ты не сможешь в одну конкретную стихию пороться потому что потому что у тебя будет всего шесть зарядов конкретной стихии то ли шесть или девять по сути еще посмотрю еще скорость быстро перемещения ну неплохо до скорость перемещения неплохо типа носимый вами урон с увеличением количества действующих на вас ретельных эффектов но это хреново урон колющего удара но это для копья явно это явно для копья лошадка а дедушка блин не хочу его брать противник слепнет и не поле не может найти свою цель когда накладывается на него отрицательный эффект элементов воды типа как она стакал воду он ослеплен ну блин иногда удавают количество амрита зарабатываем после победы над противником это прикольно кстати это прикольно когда босса фармишь массово двойную амриту за него получить увеличивает урон кисна на 7 снарядами дальнего боя ну так себе колющего на кунай работает прикольно кстати слушай серьезно да урон колющего на кунай работает это нужно пассивку брать у копья и увеличивать урон кунайами водный урон кстати когда уклоняющий от вашей атаки противник наносит вам удар ваши затраты кина время снижается значит это шляпа так верните мне мою мышку то есть ты хочешь сказать что блин я потратил кра все очки самурая где то есть пассивка вот это вот ты хочешь сказать что вот эта пассивка будет работать на кунай нет просто пассивка в копьях есть на урон колющими ударами надо проверить блин если работа это круто шесть процентов еще сверху дамага а там наверное все и 10 если три раза взять пассивку сейчас посмотрим тут как громкий ходит 4 928 сам в кунай билде гоняешь звучит конечно ну понятно что там со временем будет дамаги все меньше и меньше хватает но вот конкретно сейчас мне дамага вполне хватает особенно в спину двойной дэмадж на гигантской рядушки ну типа колющие атаки это колющая атака вообще не все очевидно у меня еще щеки так адам остался у меня еще есть подозрение что некоторые некоторые навыки навыки эзотерики не же тоже по идее должна работать на ну например не знаю но тут конкретно написано про меч если ваше оружие меч удара меча в спину вот в двойных кота например тут просто написано при успешном нанесении противника удара расходы ки на следующий удар и снижаются тут не написано о том что должен двойными катанами владеть тебя вот это вот эта пассивка она будет работать с чем угодно ведь тут не сказано про двойные катаны ну это такой колющий удар а так вот насчет магии ты не сможешь в одну конкретную стихию пороться потому что ну вот магия меда тут есть вот эти выстрелы типа выстрел огненный огненного шара то есть ты три раза берешь этот навык у тебя появляется шесть свитков огненного шара все это весь твой урон огнем по сути ну есть конечно талисманы выстрелы огня но это для огнестрела они прям магии джебошить то есть ты берешь три навыка здесь у тебя шесть фаерболов ты берешь три навыка здесь у тебя шесть гейзеров получается берешь еще три навыка здесь у тебя еще шесть порывов ветра то есть я уже восемнадцать им колдунс еще берешь три навыка здесь молнии это у тебя 24 колдунса в четырех слотах и где типа 24 с пола ты можешь закинуть кого-нибудь вот ну еще и земля это 30 выстрелов все то есть тебя чисто ударной магии 30 сплов которые непосредственно дамаг наносит ты бегаешь с этими 30 с полами ну то конечно же далеко не со старта игры все получится потому что блин не так сразу собираешь это все вкачиваешь все на все так сожалению не хватит но большую часть всего того что тебе нужно можно взять да есть такое где-то мелкий вроде был не было мелкого если смысл вкачивать а меда если кстати на бесконечные одного заряда достаточно а а там есть сет который бесконечную магию делает но мне или ты имеешь ввиду насобирать бонус так чтобы магия никогда не заканчивалась тут тоже вон сюрикены бесконечные ну блин там дамага с этих сюрикенов конечно а к стену дракона час пинал знака матронаха из пилениями тут новая проблема анк анкана бессмертный для мага разрушения позови кого-нибудь чтобы башки-то ему настучать ну сюрикены то вообще дамага не вливают они конечно бесконечные но урона там просто нет а у магии типа бесконечная магия но с дамагом как-то несправедливо я считаю то есть я могу взять сюрикен но там будет 37 урона 37 урона как-то мягко говоря не впечатляет сейчас да и даже на самом старте не впечатляет где мелкий это большая слишком локация по моему для дополнительного задания как мне кажется а новая воля да очередной спасти рядового к даму последний где-то засел я бы даже сказал присел где-то последний ненавижу воронов так вроде нашел так вроде нашел Окей, когда они кончатся, мне подставлять срок. Ну, во-первых, там есть шмотка, которая восстанавливает, кстати, локон мага-мёда. Бывалого мега-мега-мёда. Шар двух лис. Так вот, во-первых, есть волшебная кисточка. Священная кисточка, которая восстановит 30% всех зарядов. Это раз. Во-вторых, есть навыки, которые не дают расходоваться твоим зарядам магии. Называется бесконечная магия-мёда. Типа, ты кидаешь спелл, он тебе не тратится. Вот. Есть такой эффект, если его повезёт найти. Плюс, наверное, есть какой-нибудь дух, который восстанавливает тебе заряды. Значит, год в моде, из-за мода на коллегию он багается, не может активировать ока, из-за препятствия в виде лестницы. Ну, слушай, ну, не знаю, у меня не возникало с ним проблем, как и у многих. Я специально проверял раза в три, наверное, Анкана поставил мод на коллегию, будет ли он баговаться. Я не баговался. То он и в ваниле, собственно говоря, баговался иногда. Мне и в ваниле приходилось переигрывать файт, из-за того, что он просто тупо стоит бессмертно и всё. Вряд ли дело в моде или в чём-либо ещё. Просто скайрим. Так вот, возможно, есть дух рентель, который так же, как вот у меня, например, эта самая летучая мышь восстанавливает заряды. То есть у меня восстанавливаются заряды ниндзюцу, а там, возможно, есть какой-то дух, который восстанавливает заряды магии. По-моему, это черепашка. То есть у тебя кончились все заряды, ты просто прожимаешь дух, но это живое оружие. У тебя треть зарядов остановилась. Ну, а в четвёртой, говорят, есть, собственно... Сет, который делает бесконечной магию. Какой-то. Ненавижу. Грёбаные колёса. Смертным стоял бы в зим, так как для физы поэтому и бить смог, иначе никак. Здравствуй, Лола. Ну, не знаю, Экса, не знаю. Самое главное, что победная победа случилась. Мне как-то массовых жалоб не поступало на Анкана, значит, всё-таки у большинства людей проблем с этим не возникало. Скелет-убийца. А вот хрен тебе скелет. Снижение моно-коста, увеличение моно-пула тебе в помощь. Собственно... Кадама, давай выходи. Где-то там грёбаный последний Кадама. На хрен его знает. Я там точно где-то пропустил. Втыкали эти вот это вот. Типа, вот к ней шар лисе. А, вон, вижу. Вот же он. И вокруг него колесо катается. Прикольно, кстати, сделано. Но это не всё. Лоу. И это не все мелкие. Да, вот вижу ещё одного. Офигеть вообще. Так-то. Уровень. И это не основной, это типа дополнительный всего лишь. И это ещё не всё. А вы, блин, прикалываетесь. Нахит её. На, вижу ещё одного. Хорошо. Вот тебе и всё живое оружие. Один выстрел мага и... Закончилось. Чисто с винтовкой тоже можно. Даже сет есть. Там, в сете шанс того, что ты не потеряешь патрон 20% и, типа, автоприцеливание в уязвимое место. Он, наверное, всё-таки не только с винтовкой, а с винтовкой и с пушкой огромной. Но вообще там есть навык, который делает тебе ещё... Типа, за ниндзюту ты можешь использовать импровизированное пули, то есть... Дальше с тюнями патронов ты можешь всё равно стрелять из той же арки бузы. Довольно эффективное. Последнего босса убивал так. Благодаря навыку импровизированная пуля. То есть неограниченная ниндзюта плюс неограниченные патроны. По сути у тебя бесконечные патроны для какой-нибудь арки бузы или для мушкета. Но лук самый хреновый вариант. К нему, конечно, стрелы так и валятся. Из каждого второго. Но, блин, он... По сути, из лука можно убить только самых нубов. Выстрелом в башку. И это ещё не всё. Да вы гоните. Сколько же их тут? Бесконечный ролл шмоток, собственно. С амулетами вообще тут ещё рофл. По сути. Амулеты нельзя рулить. Ты можешь только попытаться выбить хороший амулет. Как-то надеяться на то, что тебе однажды... Таки что-то крутое выбьется в бонусах. То есть самая большая, наверное, редкость в этой игре это хороший амулет. Блин, это уже босс-файт. Там где-то Кадама остался. Ну, ладно, хрен-то с ним. Как-нибудь в следующий раз, наверное, найду. Не буду сейчас возвращаться. Здравствуй, Юра. Пойди подогнать. Да. Порадуй. Ненавижу, блин, колёса. Кого там заигнорил-то? Ну, я тоже думаю, что где-то в начале уровня, но... Потом, может, перезайду просто. Соберу Кадаму и увлечу веткой, как обычно. Пять с половиной секунды. Ну, как повезёт, видимо. Но он же маг. Он может делать то же самое, что и ты, по сути. У него такие же каст таймы. И всё остальное такое же. Только у него здоровье чуть побольше. И хп чуть побольше. Выжги ману. Не сможет кастовать. Да. Одного не нашёл. Где-то в начале. Где-то в самом начале. Ну, ладно. Потом схожу. Заберу. 215-й, 210-й, 205-й. Тут, судя по всему, просто файт будет, опять же. Тут нет Кадам, да? Тут нет Кадам. Нет Кадам. Ладно. Хрен с тобой. Кстати, бафоракула можно сменить. На бонусное. Что-нибудь выпало хорошее. Но это... Кстати, урон питательного оружия 17. Ну и всё. Ну, типа оставлю, пусть будет. Урон ближнего боя по ВКМ. Урона... Так, защита от огнестрельного оружия. Неплохо начиналось, но закончилось плохо. А, сила ниндзя, неограниченная инзюция. Не-не-не-не-не-не-не. Нет. 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 Так, это мой. Нет нормальных амулетов опять. Увы. Увы, но ничего не выпало. Я опять забыл, что хотел сделать. Отвлёкся на амулеты и забыл. А, бафка дома я брал. Точно. 205-й, да? Погнали 205-й. Амулеты хотел переодеть. Лучше я хотел. Поехали. Минимум секунда, а то и больше. Но и у него полсекунды уходит. Никто другого и не ждал! Штраф по раз. Ох. Ты ж охренеть, Вебер. Действительно, такого я никак не мог ожидать. Спасибо тебе огромное за такую... Большую и невероятную поддержку. Я чувствую, скилла у меня прибавилась сразу. Кек. Спасибо тебе большое, Вебер. Ох. Ё-моё. Зачем я из-за Магатаму амулет на минус один, если у меня семь частей? У меня не семь частей. И у меня... Сейчас покажу. Ты, наверное, в начале стрима не был. Даже как-то... Неловко стало. У меня... Пять частей брони. Плюс шестая, это Кусиригама. А, седьмая, это глава Ниндзя Ига. Это... Вот эта шмотка, это из главы Ниндзя Ига. Чтобы получить бонус двух комплектов. Чтобы у меня восстанавливалась Ниндзюца, когда я прожимаю живое оружие. Поэтому у меня... Ну, плюс у меня еще вот этот Мушкет. Который тоже сетовый. Но я его использую, потому что он мне дает снижение урона 2.1. По сути. Как бонус двух предметов. Поэтому я ее из-за. Костел фаербола с такой скоростью летят ледышки в ледяной пушке. Ну, зарядка фаербола там, по-моему, всего секунда. Гори-гори, ясно. Не, ну, хочешь драться, давай драться. Что, я против, что ли? Как пожелаешь, друг? Доброй ночи. Здравствуй, Юра. Да, там, к сожалению, нельзя больше бонус получить. А так, типа, у тебя полный комплект, считай, этого самого ниндзя Хайбусу. И плюс восстановление ниндзюцу от ниндзя Ига. Жаль, два таких амулета не сочетаются, чтобы было минус два к этим самым... Чтобы было минус два к требованиям смоток. Так, можно было бы такие там комбо-момбы крутить. Тут, короче, я так понимаю, можно его просто комплект выбить опять же. Не более того. Отдайте, зеленая. Так, ну и, собственно, последнее нам задание этого DLC. 210-й левел. 210-й у меня какой? А у меня 203-й. Немного отстаю, по сути. Поехали. Только вот, когда мы найти? Титер, абузер. Ну, блин, там нигде не написано, что они... Все, по сути, бонусы, они сочетаются между собой. Ну, то есть, на всех остальных шмотках. И только вот этот бонус, который дает минус один, не сочетается. Что, конечно, жаль. Ну, что поделать. Раньше я вырывался с ноги Мемас. Все, Юра уже не тот. Не тот, каким мы его помним. Света Саныч, готов? Там гонка в пое уже вот-вот. На стриме расслабляешься. Качество провисло. Кого-то еще качество провисло. Иди сюда. Который, ну, а ты как-то делал. Который! Где ты, копейщик? Больно? Не, Лула, вроде нормально все говорят. Э, в 5-й. Я, как-то не говорил, что ты живешь. Я клянула. я наверно просто этот самый ростелеком покусал твой интернет ненадолго вот вот оно и подпровисла чуть-чуть сери нас здорово смола хуя наверно нет саныч там он уже тотем наточил безымянный король блин как он четко блок держит так и будешь малышей в одной стойке она самая удобная как мне кажется муж у меня для нее все ребенки выучены нет дней для средней стойки конечно выучился просто видишь верхней стойке почти все атаки грузиком выполняется у меня как раз таки бонус урону грузика не серпа поэтому там же есть две пассивки укусе ригамы либо ты выбираешь чтобы у тебя серп наносил больше урон либо чтобы грузик наносил самый большой урон то есть верхняя стойка это по сути обычная атака именно грузиком вот это вот эта вся атака она вся грузиком производится по сути и бросок тоже ну здесь ладно здесь крюком то есть вот это обычная атака грузиком идет и мощная атака тоже ты грузиком кидаешь то есть обе атаки которыми ты чаще всего пользуешься они величины дамаг наносят средней стойке тут тоже как бы грузиком но еще и кусай а это вообще наполовину кусай и грузик поэтому блин как бы такое если мне вдруг потребуется парирование то я перейду в среднюю стойку до эзотерика на грузик стоит поэтому как бы верхняя стойка потому что по сути все атаки именно грузиком ну дэмэджи 20 смен стойк за секунду там просто когда стойку меняешь там бонус корона настакивается и куча всякого добра еще стакается но это такое задротство и впрочем это же японцы думаю корейцы еще больше еще больше скилл показывают если грится ноги не замерзнут логичного логично здравствуй алистурия я в принципе здесь чуваков встречал первого левела то есть по сути люди упорываются видимо и проходят первым левелом то есть вот для не использует но уровень 1 надо вот себе шарки кстати купить на такой мерзкий тип приятный молодой человек я такой стою думаю а все а это было только прелюдия ко всему и и и ну а и я и 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 Да. ставь плюс в чат если визуешь доспехи одноглазого дракона рукопашка есть есть даже есть обилки на рукопашку есть можно ролить урон на рукопашку даже есть навык парирования только для рукопашки так что насчет тащить не знаю насколько это реально но суть в том что есть куча навыков которые можно которые можно разогнать урон с кулака то есть теоретически проблема только в том что парирование выполняется голыми руками против людей если можно было парировать еще и юкаев голыми руками то есть там в ниндзюцу по-моему в магии есть. Есть Ниндзюцу, навык которой. Вот. Видишь, увеличивает арон, но все мои голыми руками. И навык, который позволяет парировать голыми руками вот так вот. Типа, отбираешь пушку и втыкаешь во врага. Говорят, это самое лучшее парирование из всех. Но только против людей. Окей. И что-то там в магии меда где-то, короче, тоже есть какой-то навык, который позволяет разгонять урон с руки. Дамаг на последний НГ впихиваться под 50к. Вот, я встал. Видал? Говорят, рукопашка ТАУП. Ладно, хоть я без рукопашки играю, а то совсем бы лицом по клаве катался. Так. Ну что, здесь все, кстати, да? Все. Здорово, Ларк. Пойдем в последний DLC. Асада Асаки. Лето. Стоп-старт. Субтитры создавал DimaTorzok